Для нашей молодёжи открыты все пути, в том числе и в сфере предпринимательства. О том, как полнее раскрыть молодёжный потенциал, используя меры государственной поддержки и передовой опыт, говорилось на состоявшейся экспертной встрече по проекту «Молодёжь в деле». В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» была организована встреча в Славянском доме молодёжи по инициативе Комитета Совета молодых депутатов Кубани по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству и финансовым рынкам. Перед студентами филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани и молодёжью, заинтересованной в осуществлении предпринимательской деятельности, выступили представители местной власти. Председатель Совета молодых депутатов Славянского района Алексей Литвиненко отметил, что депутаты поддерживают активную молодёжь, открытую к новому. Взаимодействуем и с обществом, и с администрацией, и с молодёжной политикой. Поэтому я думаю, что данная встреча будет полезна для всех участников и будет таким, скажем так, стартапом для, сейчас можно говорить, для последующей деятельности экономического характера. Начальник управления по делам молодёжи Славянского района Олег Смольников поблагодарил депутатов за активность, подчеркнув, что хорошие инициативы молодёжи в крае находят поддержку на самом высоком уровне. Молодые бизнесмены, просто ребята-волонтёры, которые сегодня начинают свой большой карьерный путь с маленьких каких-то полезных дел. И глядя на таких же молодых, но чуть-чуть постарше, на 2-3-4 года, молодых депутатов, которые сегодня сидят за столом, которые сегодня не только сидят за столом, но и делают что-то. Возможно, это хороший, яркий пример для дальнейшей деятельности. Ну и самое главное, что сегодня Совет молодых депутатов поддерживается, и молодые люди, молодые инициативы поддерживаются на уровне, на самом высоком уровне нашего региона. И законодательным собранием, и губернатором нашего края Венемин Ивановичем, ну и, конечно, всеми структурами. Поэтому, в целом, общими усилиями можно, естественно, свернуть в горы. Заместитель начальника отдела инвестиций и взаимодействия с малым бизнесом Управления экономического развития Ольга Волкова сказала, что в муниципалитете более 10 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Около трети трудоспособного населения работает в этой сфере. Государство поддерживает предпринимателей. Важную роль в развитии малого бизнеса играет господдержка, потому что молодому начинающему предпринимателю, конечно, сложно обойтись без поддержки. И благодаря современным мерам поддержки, таким как социальный контракт, предоставление единовременной помощи на открытие своего дела при регистрации постановки на учет, также стимулирование личного подсобного хозяйства, самозанятости, в современном обществе появляются новые направления развития малого бизнеса. Это социальное предпринимательство, семейное и молодежное предпринимательство, вот ради которого мы сегодня здесь собрались. И хотелось бы пожелать молодым начинающим предпринимателям, чтобы они не боялись. Перед участниками встречи выступили действующие предприниматели, которые пользовались мерами господдержки и поделились историей своего успеха. Дарья Сафонова и ее муж Дмитрий после обучения в школе молодого предпринимателя увлеклись бизнес-идеей детейлинг-автомойки и воплотили ее в жизнь. Как показал мой опыт, идеальный вариант – это когда вы видите перед глазами работу действительно масштабного крутого какого-то проекта и работу уже действующего предпринимателя, который может вам показать, рассказать о своем бизнесе изнутри. И вот вопрос был, как найти себя, да, вот, наверное, так, как найти свою нишу. Алексей Александрович говорил, что очень важно, очень важно гореть своим делом, любить его, но на самом деле как найти себя? Гореть и любить дело, наверное, это мало. И предпринимательство – это не только про заработок, но очень важно найти ту нишу, которой общество нуждается. И вот тогда, я думаю, что будет успех. В ходе живого и конструктивного диалога студенты и молодежь Славянского района узнали много интересного и получили необходимые инструменты для дальнейшего самоопределения в предпринимательской деятельности, что для них очень важно. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Всем пока.